друзья всем привет сегодня я хочу с вами поделиться рецептом очень вкусных таких кексиков с тыквенным пюре что нам для этого понадобится 2 стакана муки полтора стакана сахара 2 чайные ложки пекарского порошка 1 чайная ложка пищевой соды от 1 до 2 чайных ложек корицы это как вы любите я не люблю много корицы 3 больших яйца 1 стакан можно оливкового масла можно овощного масла я сделала овощное масло и 15 аунцис 15 ос пюре из тыквы это почти 2 стакана и процесс приготовления сейчас я вам все постепенно буду показывать нужно будет взять вот такую средней величины чашку и смешивать в ней все сухие ингредиенты мука пекарский порошок пищевая сода корица и сахар все это нужно аккуратно перемешать или ложкой или венчиком 2 чашки возьмите побольше и смешайте вместе пюре тыквенное 3 яйца и стакан растительного или оливкового масла какое вы хотите оливковое масло должно быть легкое написано light и я буду взбивать все это нет не взбивать и даже как бы больше перемешивать с помощью миксера однородная масса у нас получилось и теперь сюда нужно всыпать эти сухие ингредиенты мука сахара и так далее да то что мы смешивали перед этим и теперь уже миксером взбивать не нужно просто перемешайте венчиком до получения однородной массы чтобы не было никаких комочков разогреваем духовку на 350 градусов по фаренгейту или 180 градусов по цельсию пока греется наша духовка мы приготовили наши формочки для выпекания бы вот эту бумагу специально для выпечки сбрызнула маслом и сейчас я буду вот сюда накладывать такой своей красивой поварешечкой примерно на две трети заполнять эти формы вот таким образом и потом будем выпекать оставайтесь вместе со мной кексики нужно выпекать 20-22 минуты готовность проверяем зубочисткой готовы у меня получилось 23 капкейка но некоторые я наполняла конечно больше чем на две трети поэтому у меня получилось 23 а так было бы 24 ничего страшного думаю всем хватит и я их оставила до полного остывания на решетке пока остывают наши капкейки мы займемся кремом для украшения для этого я взяла одну палочку вот такого масла здесь 113 грамм одну палочку сливочного крема сливочный сыр да он еще по-другому называется здесь у нас 226 грамм и полтора стакана сахарной пудры также я еще хочу добавить примерно одну чайную ложечку ванилина думаю получится очень вкусно все вместе нам нужно очень хорошо взбить миксером пока сахар полностью не соединиться с к сливочным сливочным сыром забыла слово и с маслом как только все это соединиться нужно скорость увеличить взбивать еще примерно 4 минуты такая мягкая и воздушная пена почти крем получается сейчас я заполню такой большой свой шприц этим кремом и буду украшать капкейки но все капкейки готовы я их украсила как могла как позволил мой уровень умение я думаю что самое главное чтобы было вкусно рецепт будет рецепт будет под этим видео подписывайтесь на мой канал приходите еще приглашайте друзей и всего вам хорошего пока пока